Проблемы, с которыми сталкивается социально ориентированный бизнес, обсудил сегодня губернатор Михаил Дегтярев на встрече с предпринимателями. Речь шла о том, что еще нужно сделать, чтобы коммерсанты, которые решили помогать людям, работали более эффективно. Антон Петрович продолжит тему. Еще в прошлом году на территории Хабаровского края было зарегистрировано 42 социально ориентированных коммерческих предприятия. В этом уже 74. Такие предприниматели частично берут на себя государственные функции. Причем работает такой бизнес в разных сферах, начиная от дошкольного образования, заканчивая помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Виды услуг, которые вы оказываете, они все очень важны для людей. Это и уход за детьми, людьми в возрасте, поиск работы для граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Чтобы поддержать социально ориентированный бизнес, в этом году налоговая ставка для таких предприятий в Хабаровском крае снижена до 1%. Есть возможность получить микрозайм до 5 миллионов рублей и грант от 500 тысяч. Однако это не решает всех проблем. Например, не хватает специалистов. Обучение одного педагога, который сможет работать с детьми с диагнозом ДЦП, обходится в среднем в миллион рублей. Да и рентабельность социально ориентированного бизнеса низкая. Может быть, обычный бизнес может себе позволить на чем-то поднять цену и перекрыть, да, вот эти издержки, про которые говорят коллеги. А социальный бизнес не может себе такого позволить, потому что они понимают, как только они поднимут стоимость своих услуг, это сразу же скажется на тех, кто является получателем. Еще одна проблема, с которой столкнулись предприниматели. Многие из них работают на патентной основе, но во втором полугодии 2021-го стоимость патента выросла в разы. Когда я получила патент на второе полугодие, они распечатаны, он вырос в 7 раз. Моя финансовая модель не может выдержать такое повышение цен. Также социальные предприниматели говорили о том, что необходимо пересмотреть ставки аренды на муниципальное и краевое имущество, наладить контакт со строительными организациями, которые будут возводить новые жилые микрорайоны, а значит там могут появиться площадки под будущие социальные проекты. Как сказал Михаил Дегтярев, эти и другие предложения не останутся без внимания и будут рассмотрены в ближайшее время. Антон Петрович, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».